Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Каменные плиты трехтысячелетней гробницы в Карине были вырезаны с помощью специального оборудования. Мы ужесточили правила борьбы с коронавирусом, Райка Рутюнян. За один день число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 195. Эрдоган поручил превратить собор Святой Софии из музея в мечеть. Действия греков разразили турок. Новое финансирование от СТА для сохранения вида леопарда в Тавужской области. В Карине в Западной Армении на наскальную гробницу возрастом 3000 лет Железного века напали охотники за сокровищами. Нарушители доставили на место специальное оборудование для разрушения скальной породы, сначала разрушив внутреннюю часть гробницы. Охотники за сокровищами, которые не нашли того, что искали, продолжали копать землю вокруг гробницы. В этой области очень мало таких мест. Говорят, что гробница относится к Урарскому периоду или Бронзовому веку. Но, скорее всего, гробница Железного века. Для пересечения границ Арсаха отныне необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, заявил в понедельник президент Арсаха Райка Рутюнян. Сегодня комендатуре будет дано сложное поручение, но его нужно реализовать. Пересекать границу можно будет исключительно, имея на руках отрицательный результат теста на коронавирус. Это должно быть обязательным условием для всех, объявил Арсунян в видеовыступлении. Он отметил, что ответственным за здравоохранение и соответствующим службам в Арсахе будет поручено обеспечить возможность проводить рапид-тесты прямо на КПП, если у гражданина нет готового результата теста на руках. Рутюнян подчеркнул, что все въезжающие граждане должны ознакомиться с введенными комендатурой правилами и следовать им в дальнейшем. Листовки с правилами граждане будут получать на месте. Президент также считает целесообразным ввести обязательный масочный режим, однако это условие будет введено не сегодня-завтра. Процесс должен быть поэтапным. Рутюнян отметил, что в ближайшее время будут оглашены решения, принятые в ходе его обсуждений с комендатурой. В Армении за сутки зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении news.am сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Республики. Неский показатель обусловлен тем, что в воскресенье соответствующая лаборатория не работала, на чем заранее предупредила пресс-секретарь Минздрава. В общей сложности на утро 8 июня в стране зарегистрировано 13 325 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 8 943 человека. За денег число увеличилось на 99. Выздоровели 4 099 человек, 85 за последние сутки. Скончались 211 пациентов. 11 за последние сутки. Еще трое граждан с коронавирусом за сутки скончались. По формулировке властей из-за иных болезней. Общее число таких случаев 72. Таким образом, общее число смертей достигло 283. Президент Турции Раджептайп Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить Собор Святой Софии к официальному превращению мечеть. Туристы смогут посещать Собор Святой Софии и статусе мечети, как в случае с Голубой мечетью на площади Султана Хамед. Это должна решать наша нация, говорится в сообщении. Эрдоган объявил о поручении на заседании главного совета правящей в стране партии справедливости и развития, которой он занимает пост председателя. Эрдоган призвал исполнителей внимательно изучить вопросы и не торопиться. 29 мая в Соборе прочитали Суру Корана Альфат. Таким образом, в Турции напомнили о завоевании Константинополя в наши дни именуемого Стамбула. На исламское священное действие обратили внимание в Греции. В Афинах заявили, что такая акция – прово-акция в адрес христиан всего мира. Византийский флаг, найденный на мечети Тузла в городе Лимассол, Кипр вызвал возмущение в турецких СМИ и политиков. Сообщается, что этот инцидент произошел через несколько дней после того, как неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в мечеть в Лимассоле и сделали надписи на ее стене. После нападения с применением коктейлей Молотова, религиозные лидеры пяти основных религиозных общин – Кипра, православные греки, мусульмане, православные армяне, марониты и латинские католики, которые формируют религиозный путь мирного процесса на Кипре под эгидой посольства Швеции, обнародовали совместное заявление, осуждающее нападение. Учитывая факт присутствия на территориях, прилегающих к общению Янукован, Тавужской области, Армянского, Кавказского, Передней Азии, Леопард, что является чудесным и беспрецедентным событием в последние 50 лет, для проведения скоординированного мониторинга на вышеуказанных территориях Фонд природы Кавказа увеличивает финансовую поддержку в инициативе Дом эколога. Об этом Арбенпресс сообщили в Фонде природы Кавказа. При этом финансирование возможно будет привлечь новых сотрудников, приобрести необходимое топливо и другие необходимые принадлежности для организации мониторинга и систематических посещений вероятных зон обитания Леопарда. Напомним, что сотрудничество между CNF и инициативой Дом эколога началось в 2018 году, целью которого было проведение общественного мониторинга лесов национального парка Дилиджан. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Нубар. Продолжение следует... Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!